Как прыгнуть выше головы? Об этом не понаслышке знают маленькие батутисты. Только раннее утро, а мальчишки, девчонки и их родители уже собрались в зале своей спортивной федерации. Тут проходит первенство по прыжкам на батуте. Соревнования внутренние, пока только для своих уссурийских спортсменов. Мы проводим соревнования, мы дублируем, моделируем соревнования перенства края. Мы проводим их по тем же правилам, по той же схеме, как будет проводиться перенство края. В первом этапе принимают участие дети от 8 до 14 лет. Маленький Демид занимается батутным спортом уже два с половиной года. За его спиной три юношеских разряда. Недавно парень сдал на третий спортивный, стал на ступеньку выше. Однако и у него есть трюки, которые выходят не всегда. Лед-лед. Это пяточки, складочка. Это ты стоишь и должен как бы сальто сделать пятки назад. Хорошо. Ну ты же справишься с этим? Да, справлюсь. Наблюдает за ребятами строгая жюри. Оценивают технику исполнения, высоту прыжка, перемещение по сетке батута и сложность упражнения. Все как на больших соревнованиях. Начинают с самых младших. Затем идут ребята постарше. Девочки выступают первыми. Самое важное для батутистов – хорошо сделать свое дело. Выполнить обязательную произвольную программу. Самое сложное – это когда ты думаешь, что у тебя все получится, ты разминаешься, у тебя ничего не получается. Каждый спортсмен готовится к первенству края. Оно пройдет с 26 по 28 октября в городе Артеме и соберет батутистов со всех ближайших городов. От Уссурийской Федерации на соревнования поедут 20 человек.